Всем здравствуйте! Сегодня я хочу показать хойки, которые в моей коллекции обладают самой плотной листвой. Их еще называют полусуккулентными хоями. И сейчас перед вами хоя Абавата Сплэш. Это мой старожил, крупная уже хойка, с красивыми плотными листиками, серебристыми листиками. Растет она у меня на естественном освещении, потому что такую лошадку под лампы засунуть нереально. Света ей бывает не хватает, но свою пестроту серебристую она не утрачивает, что очень радует. То есть сорт стабильный, единственное только когда совсем уж света мало, зимой например, она может листья скручивать, они растут немного деформированные. Но когда уже выравнивается все с освещением, то все нормально и листья растут как положено кругленькие, круглой формы. А вот деформированные как раз. Так как я сказала, этот сорт стабильный, то практически нет у нее листьев, которые без серебристости. Я где-то здесь один вот нашла листик, хотела вам показать, а вот он как раз. Если вам предлагают под названием хойка с вот такими листьями, то это листья обычной обоваты. То есть если материнское растение, вот такое. И вероятность того, что потом у вашего черенка будут листья вот такие, очень маленькая. Поэтому смотрите, что вам продают, что вы покупаете, чтобы потом не расстраиваться, что думали одно, а получили по итогу другое. Потому что в последнее время часто вижу, продают хойки, цветочники, у которых название одно, а по виду растения совершенно другого сорта. И люди покупают, а потом также и сами потом излишки продают. И идет в народ, в массы хоя совершенно другого вида, чем должна быть по сорту. И обовата сплэш относится к таким хоям, и хоя обовата вариегатная сплэш, то же самое. Ну да ладно, все, вернемся к моим хоям. У меня настоящая хоя обовата сплэш, так что красавица, очень такая симпатичная, всем рекомендую, не капризная. Все, сейчас покажу еще одну свою обовату. Это еще одна моя лошадка, крупная хоя в смысле. Хоя обовата вариегатная. Красивые круглые листики с таким белым вариегатностью, с белой, и тоже немножко с серебринкой такой. Есть даже у меня где-то там листик, который пытался еще быть более сплэшным. Ну, она и так выглядит очень красиво. Растет также при естественном освещении. Кстати, да, вот этот листик, который похож на обовату вариегату сплэш. Растет на при естественном освещении. Зимой также света ей не хватало, и она листики растила вот такие вот деформированные. Ну, это не страшно, это не заболевание. Сразу там лечить не надо пытаться. Все выровняется, как только увеличится световой день, или если в вашем случае вы поставите, например, под лампы, все будет хорошо. Еще я надеюсь, что все-таки эти хойки зацветут, потому что они уже в который раз пытаются набрать цветоносы. Но света не хватает. В общем, поверьте, тут цветонос. Резкость не на мой телефон. Вот. И я надеюсь, что они меня еще порадуют цветением. Хотя с такой красотой листьев это, в принципе, и не обязательно. Вот такая вот красотка. Так, сейчас покажу следующую свою обовату. Еще одна обовата, которая есть в моей коллекции, это обовата Альба. Она у меня небольшая, вернее, это один из черенков. У меня их несколько, я дубли себе сделала, конечно же. Растет под лампой, и, соответственно, вот эта окантовочка яркая. То есть, чем ярче свет, то тем ярче вот этот ткантик. Он такой прям неоново-салатовый, очень красивый. А вот эти сплэшинки прям немножко с розовинкой. Красивая хойка, растет умеренно, не быстро, но немедленно. Ну, средне, как и другие такие скулентные хойки. Классная. Тоже не теряет сортность, все хорошо, все стабильно. Главное быть аккуратным с поливом. Но об этом чуть попозже. Это касательно всех этих хой, с такими плотными листиками. Такая красоточка. Так, это все обываты, которые у меня есть. Мне достаточно. Сейчас переходим к хоям керри. Перед вами хоя керри с обычными зелеными листиками. Просто вот листики-сердечки. Вот эти листья страшные. Хоя, это не я. Я ее... Это практически единственная хоя, которую я купила взрослую. И у женщины, у предыдущей хозяйки, кот очень полюбил эту хою. И он ее вот это вот безбожно кусал и царапал. Поэтому она ее и продала, в принципе. А так как хоя растет медленно, то моя заслуга, это вот такая вот плеть небольшая, с такими некрупными листиками, но уже без всяких там покусов. Такой красивая. Так как она зеленая, не нужно ей, конечно, никаких подсветок. Будет расти себе спокойно на подоконнике. Возможно, даже зацветет. Я надеюсь, потому что так как листики зеленые, хотелось бы, чтобы разбавить эти листики красивыми цветочками. Вот такая вот красотка. Но это не единственная, конечно, керри, которая есть в моей коллекции. Наверное, я показывала уже. Это вот такая красотка. Это одна из самых вообще моих любимых хой. Это керри Альба. Она сейчас у меня наросла капустой. Была она более такая... Ну, имела более длинное междоузлие. Но я ее резала, черенковала. И менялись мы, и дарила, и немножко продала. А по итогу, потом, когда кинулась она, а я ее как-то сильно уж пострила. Поэтому сейчас никаких стрижек. Нарастаем. Но междоузлие такие прям коротенькие. Но мне, в принципе, нравится. Очень компактно выглядит. Такая у нее... У молоденьких листиков варикатность такая на подобии как у Абават и Альбы. Такая прям желто-салатного цвета. А потом она уже становится более белая. В общем, классная хоя. Красивая такая прям яркая. Вот такой хои не надо цветения, я считаю. Когда такая листва, то цветение, ну, вообще не обязательно. А когда вот листики просто зеленые, то цветение бы не помешало, например. Так. И еще одна керри, которая у меня есть. Это черенок от той хои, которая у меня есть в керри. Это керри-сильвер. У меня было большое растение. Я его показывала, фотографировала. А потом в один момент я накосячила с поливом. Просто я увидела, что листья начали так скукоживаться. Чуть позже. Вот не хочется сейчас. Уже хочу допоказать все свои как бы хои, а потом уже про уход. Ну, в общем, касательно этой хои листья начали скукоживаться. Я быстренько даваю ее черенковать. И вот это один из укорененных черенков. То есть черенки прижились все. Пенья тоже спасла по итогу. Вот. В общем, при правильном реагировании, когда что-то вот хои не так, при правильной и своевременной вот реакции можно спасти. Расчеренковав, можно спасти. Ну и вот такая вот красоточка. Тоже сорт очень стабильный, очень красивый. Ни одного листика у меня не было. Просто зеленого. Все листики вот такие вот сплэшные. Короче, красотки. Красотки. Так, есть у меня еще одна керри, но я ее даже показывать не хочу. Это керри варигатная. Это вообще ужас какой-то. То есть она у меня практически год вообще прям вот сидела-сидела, не выдавая ничего нового. Я психанула и решила попытаться отрезать ей как-то там верхушку. Хотя там между узли, вот типа какой-то, очень коротенький. Ну, в общем, короче, срезала как-то с горем пополам ей верхушку. И она у меня вот этот обрубок сидел-сидел. И сейчас вроде как даже сподвигся, что там выдавать какой-то листик. Но нести я не хочу, потому что там вообще ничего показывать. В общем, поверьте на слово. Там все печально. Вообще такие я не люблю хои. Вообще. То есть ее, как-то говорится, жалко выбросить. Ну, а сейчас я лучше покажу еще суккулентный, скажем так, сорт хои. Это хоя компакта. Тоже у нее плотные, классные листья. Она туго-думная, но потом растет быстро, когда уже набирает, так сказать, обороты. Она у меня сидела где-то там пару лет, наверное, вот так вот нарастила. А это вот половинку уже нарастила буквально там за полгода. У нее знакомая рассказывала то же самое про свою компакту. То, что она у нее года два сидела, а потом вымахала такую махину. Я ее сама видела. Там такое потрясающее растение. Вот это вот из заплетенных вот этих вот штучек. Еще когда она цветет, это мега красиво. Но, опять же, аккуратно с поливом. Вот полив наше все очень аккуратно. Так, ну и в компанию к этой компакте мне очень хотелось еще и варригатной сорта. И вот я приобрела еще осенью вот эту компакту регалис. Это я знаю название. Компакта регалис. И она у меня сидела. Тоже сидела, думала. Принять, я два черенка купила. Оба сидели, думали. Один я даже смогла расчеренковать. Ну так на всякий случай, опять же, чтобы дубли были. А эта сидела просто. И только когда прошло уже, наверное, полгода, в общем, прошла зима, хотя она у меня под нормальной лампой стояла. То есть все другие хуй росли. А эта нет, она не хотела расти. И только когда вот пришла весна, она что-то там почувствовала. И вот эти вот новые листики, их даже видно. Вот этот розовенький, вот этот более желтенький. Она тронулась в рост. Меня это очень радует. И тронулся в рост второй мой черенок. Вот этот тот, который я пыталась даже расчеренковать. То есть все хорошо. Мы начали расти. Когда-нибудь тоже дорастет до размеров хотя бы этой компакты, я надеюсь. Ну, в общем, вот такая вот красота. И потом уже к ним еще в компанию я буквально на днях купила вот такую компакту. Это прям увидела. Решила себя порадовать. Как-то отвлечь. Опять же, растения очень сильно отвлекают. И вот начинаешь этим заниматься, разглядывать вот эти все новые листики. И забываешь, что вокруг происходит, что идет война. Ладно. Так, это не помню я сорт, не помню название. Извините, подпишу потом название Хой. А сейчас вот вылетела из головы. Ну, варегатная компакта. И она, походу, не такая тугодумная, потому что вот написана дата, это вот 30.01. Это писала та женщина, которую я покупала, продавец. Если она с этого времени укоренилась, еще и вон тронулась в рост, это уже отлично. Будем надеяться, что мы подружимся когда-нибудь. Я их вот так вот вместе посажу. И они будут хорошенькие, красивенькие. Будет как композиция красивая. Или не буду вместе садить, а хотя бы общий горшок их вот так вот подвешу. Там будет красиво над окном, как и другие все свои растения подвешивают. Ну вот, про Хой, которые я хотела показать, я рассказала про их как бы особенности или как сортовые там. В общем, рассказала. Теперь именно по уходу, про полив. эти Хой обязательно нужно подсушивать. Подсушивать до какого состояния? Для того, чтобы угадать, я потому и использую прозрачные стаканы, прозрачные емкости. Особенно, что касается маленьких черенков Хой. Потому что через стакан ты видишь и цвет грунта. Это, кстати, водоросли нарастает, потому что прозрачные. В этом ничего страшного видно цвет корней, видно состояние грунта, видно как раз степень его просушенности. Если же вы вообще вот прям ни в какую и только в горшочке садите, тогда ориентируйтесь на цвет грунта, потому что когда грунт подсыхает, он светлеет. Вот здесь вот, например, видно, ой, не туда повела телефон. Вот смотрите, по центру вот этот торф мокрый, потому что я специально полила вот прям под корешок, а вокруг он сухой, он светлее. Можно по цвету ориентироваться грунта и также по легкости вашего горшка. То есть запомните, когда вы польете хойку, запомните вес, а потом, когда он будет подсыхать, он будет легчать, и вы как бы приподнимите, ага, и подумайте, о, он легче стал, все, пора полить. Сколько поливать? Если вы постоянно находитесь дома, ну, я имею ввиду, если вы не уезжаете на неделю и больше, то тогда лучше поливайте чаще, но меньшими объемами. Ну, там, лейнули, вот, чтобы, как бы, поверхность покрылась, да, водичкой, и все, и достаточно. Если же вам приходится хойку оставлять на неделю и больше, тогда, конечно, поливать надо обильней, но у вас получится реже. Я вот, когда в прошлом году постоянно уезжала, неделя через неделю, я так делала, вот обильно поливаю, и вот неделю они у меня спокойно как бы растут без меня. Когда сейчас у меня такой возможности нет уезжать, я нахожусь дома, вот, то я поливаю чаще, чаще, но совсем маленькими объемами воды, там буквально плеснуло, вот, и через там три дня я опять подошла и посмотрела. вот, опять же, для того, чтобы не перелезть эти хои, не нужно их сажать в большие емкости. У хои небольшая корневая система, она может, это же полуэпифитное растение, у нее корни не только в земле, посмотрите, когда влажность хорошая в помещении, да, большая, или вот когда она в теплице, у нее вот корни работают так же, как и те, которые в земле, и поэтому, если у вас не очень сухо в квартире, то вообще красота, она будет дополнительную влагу потреблять из воздуха, и вам не надо заливать прям, да, если же в квартире сухо сильно, там, влажность никакая, нулевая, то поливайте чуть обильнее, но обязательно с просушкой, потому что, так как я уже сказала, хои полуэпифитное растение, корни должны в емкости дышать, соответственно, грунт должен просыхать, а в болоте они дышать не будут, и то, что я уже начинала говорить про переукоренение, если вы подошли к хои и видите, что у неё листья, утратили тургор, вот стали какими-то там такими, ну, как объяснить, неохота сейчас искать там, кто у меня попадает под эту категорию, ну, в общем, они стали какие-то тоньше, да, вот, истончились, они стали какие-то вот такие вот жамканные, да, вот, как-то немножко цвет даже поменялся, ну, в общем, если вы видите, что что-то не то с листьями, проблема с корнями, у хои слабые корни, то есть, я имею в виду, слабые в плане, они подвержены быстрому пропаданию, сгниванию, если что-то ей не нравится, и поэтому, если вы такое увидели, в срочном порядке переукореняйте черенок обязательно, не пытайтесь спасти всю хою, всю прям хою пихать в пакет или в теплицу, обязательно срежьте черенок, потому что верхушечный хоя пропадает с корней, и верхушечный черенок, он будет самый сильный, то есть, до него еще вот это вот пропадание, так скажем, не дошло, то есть, бывает такое, что, вот у моей знакомой рассказывала, у нее крупная вот эта компакта, она была, она пропала, причем пропала она буквально за пару дней, она заходит в оранжерею свою и видит, вот компакта себе там висит, то есть, листья висят, все нормально, а она на тот момент уже пропадала, и она просто в один прекрасный день, ну, в смысле, в ужасный день зашла и увидела, что вот это, что она там, вот эти плети все висели, они тупо начали опадать вместе с листьями, то есть, не видно сразу, что пропадает, поэтому, ну, издалека, сблизи-то, конечно, она бы, наверное, увидела, что тургор начал там теряться, и она бы порезала вот эти верхушечные черенки, поукореняла бы, вот, поэтому, если что-то не то, сразу, проблема, значит, с корнями, срезаем черенок, все остальное ставим в теплицу, но черенок срезаем обязательно, потому что это ваша гарантия, что хуй останется, если вы вот так вот прям посадите, ну, все вместе, то, ну, вероятность меньше, что все вот это вот назад укоренится, вот, я даже бывала, спасала, такие полудревесневшие черенки, ну, в смысле, полувызревшие, неправильно сказала, полувызревшие черенки, которых еще листики даже были, вот, на вот таком уровне, например, да, вот, один листик только начал развиваться, один там уже, типа, вроде как нормально, я вот срезала, ставила укоренять, они укоренялись, вот, и листики даже продолжали расти, главное не надеяться, что вот я вот сейчас возьму и все вот это срежу, ой, не срежу, а вот прям запихну в этот теплицу, все вместе, и все будет хорошо, нет, обязательно срезайте черенок, его спасти намного легче, чем спасти корни хуи, а если, вот, вы посмотрели в стакан, и корни сгнили, вот так вот, здоровые корни, они должны быть вот такие, вот это здоровые корни, ну, бывают белые, ну, или белые, да, если же они такие вот коричневые, такие вот, как прям видно, как полу-таки прозрачные, что ли, да, это хуи сгнившие, тогда можно достать вот это вот растение из вот этого горшка, и вы увидите вот это все такое, ну, пропавшее, вы срежьте до живой ткани, и вот этот вот стволик, ставьте назад укоренять, но это не отменяет того, что обязательно, если есть возможность, череночек нужно срезать, ой, как-то многое наговорила, наверное, перебор, ну, извините, кто дослушает, тому спасибо, кто не дослушает, я вас понимаю, потому что много, наверное, вещаю, ладно, всем огромное спасибо за просмотр, за комментарии, за лайки, мне так приятно, то, что кому-то нравится, то, что я снимаю, нравится мои хойки, кому-то интересно сейчас растение, у меня саму сейчас растение очень сильно, как отвлекают, развлекают, когда грустно совсем становится, и надо отвлечься, все время стараюсь про растения думать, они менее всего проблематичные, в общем, смотришь там, ой, новый листик, новый цветочек, и как-то веселей становится, все, всем спасибо за просмотр, всем нам мира, счастья, нам здоровья, чтобы побыстрее закончилась война, и все было доброе, до побачения, все будет Украина. Субтитры создавал DimaTorzok